1 января 2022 года стартовал республиканский кейс-чемпионат Агро 4.0. Бел Агропромбанка. С последнего подобного проекта прошло полгода. Мы о нем, кстати, рассказывали в нашей программе. Да, сегодня у нас в гостях снова представители Бел Агропромбанка. Это заместитель директора Центра по работе с персоналом Максим Басалыга и начальник сектора внутреннего маркетинга Марина Руднева. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, давайте расспросим вас срочно. Максим, это уже Агро 4.0. Я, конечно, предполагаю, почему 4.0, но все-таки чем и для кого будет интересен этот проект? Мы постарались сохранить все то лучшее, что было в предыдущих проектах, но в этом году есть ряд новаций, о которых мы хотели бы с радостью поделиться. Ну, во-первых, мы сохранили целевую аудиторию. Это учащаяся молодежь, студенты, учащиеся колледжи, аспиранты в возрасте до 31 года. Но что важно сейчас отметить, что в конкурсе в этом году могут принимать участие студенты, магистранты не только дневной формы обучения, но и заучники. Это первая инновация. Ну и вторая, не менее важная инновация, в Агро 4.0 могут принимать участие старшеклассники. Принимать участие в конкурсе можно как индивидуально, так и в составе команд. Команды численностью до 5 человек. И здесь еще один важный момент. Команды могут состоять из учащихся, из студентов различных учреждений образования. Это оправданная такая инновация у этого года, потому как кейс решения могут в себе сочетать различные инструменты. И где-то, например, нужен человек в команде, который генерирует идею, а на реализацию этой идеи нужен человек, который имеет технические компетенции. Белый Агропромбанк, как и в предыдущие годы, готов не только материально поддерживать участников данного проекта, а к слову скажу, что призовой фонд – это десятки тысяч рублей. Ну и одновременно мы предлагаем нашим участникам образовательную программу, серию консультативных встреч, работу со спикерами, с бизнес-аналитиками, бизнес-экспертами. Ну и важный момент, что финалисты нашего конкурса будут иметь уникальную возможность показать себя, продать себя, если хотите, в финале на международном форуме ТИБА-2022. Прекрасно. А номинации у Агро-4.0 изменились? Номинации 4. Две первые номинации, они чисто банковские, связанные с поиском новых идей, новаций в сфере развития банковского сервиса, разработки новых банковских продуктов. Третья номинация – Smart City. Это номинация социальная. Те решения, которые будут наши участники разрабатывать, они призваны улучшить городскую среду, ну и жизнь простых жителей, в первую очередь, людей с ограниченными возможностями. Ну и еще одна номинация – C2C. Это номинация с кейс-заданием от наших клиентов, клиентов Белогропромбанка. В целом банк, он является организацией с высокой социальной направленностью и ответственностью. И не только для своих сотрудников, но и вообще для населения всех регионов. Хочется поделиться, если можно, такой приятной новостью, потому что буквально неделю назад на конкурсе «Бренд года» именно наш банк стал победителем и получил гран-при в социальной номинации. И мы получили очередной толчок, мы опять воодушевлены и в предвкушении, как пойдет наш проект «Агро 4.0». Замечательно. Насколько нам известно, из предыдущих проектов «Агро 2.0 и 3.0» большое место занимали образовательные программы. Как в этом в этот раз будет и планируете ли вы развивать? Ну вот вы немножечко затронули уже эту тему. Тема образования, она является ключевой в этом проекте. Это так было всегда. Ребята приходят не только со своими идеями, но и за новым опытом, за новыми знаниями. К подготовке, к развитию наших ребят мы будем привлекать бизнес-экспертов, каждый в своей отрасли. Ну и есть инновация этого года, так называемое менторство, о котором, думаю, расскажет Марина более подробно. Да, в этом году мы пошли дальше, развиваемся сами и вводим институт менторства в рамках нашего проекта. То есть на финальном этапе будут подключаться сотрудники нашего банка, эксперты, которые командам точечно помогут сделать их проект более конкурентным, для того, чтобы какие-то ошибки предупредить, что-то подсказать. Это у нас впервые, и мы надеемся, что это тоже будет оценено нашими участниками. Осталось только спросить, на каком этапе сейчас «Агро 4.0»? У нас сейчас очень важный этап. Дело в том, что на сайте размещены бизнес-кейсы по четырем номинациям. Мы ждем до 15 февраля заявки от участников, и они, кстати, выбирают бизнес-кейсы сами. Они сами решают, что им интересно. То есть изначально ты выбираешь уже номинацию, да? Да. Они выбирают ту и ту проблему. Не только номинацию, но и кейс, задание, ту проблему, с которой хочется поучаствовать в нашем конкурсе. Да, потом целых полгода жизни в этом проекте. Правильно понимаю. Ну что ж, мы желаем удачи и организаторам, всем и участникам, конечно, получить удовольствие от всех этих идей. Спасибо огромное. А я напомню, что у нас в гостях были председатели организационного комитета кейс-чемпионата «Агро 4.0» Максим Басалыга и Марина Руднева.